Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. В период у нас самой интересной половины недели, начиная буквально с сегодняшнего дня, мы должны быть априори готовы к тому, что на рынках будут более серьезные движения. Почему? Потому что у нас сегодня сразу несколько важных событий. Это заседание Банка Канады, пересмотр процентной ставки, сопроводительное заявление. И замыкать торговую сессию будут протоколы последнего заседания американского регулятора. Я очень надеюсь, что вы все прекрасно понимаете, в чем суть этого фундамента, почему на него сейчас стоит делать большую ставку и чем, в принципе, всегда интересны протоколы. Протоколы позволяют собраться с мыслями и попробовать, если уж без каких-то весомых комментариев со стороны самого регулятора, додумать, какой риторики, какой позиции придерживается большинство голосующих членов относительно перспектив денежно-кредитной политики США. Сейчас для рынка Форекс и не только перспектива повышения процентной ставки является одной из самых интересных моментов. собственной идеей, потому что мы знаем, что решение такого формата, безусловно, базируется на целом ряде таких серьезных фундаментальных посылов. Мы знаем то, что в основу каждого решения ФРС о нормализации денежно-кредитной политики ложится сильная статистика. Ну и мы сейчас знаем, опять же, уже начиная с этого года, то, что американский регулятор будет противостоять или старается противостоять революционным рискам потенциальному перегреву экономики, если не удастся сдержать рост индекса потребительских цен в пределах 2%. Да, может быть, это сейчас тема не так актуальна, как была в начале 2017 года, но мы все равно видим то, что и базовые значения понемногу постепенно ползут вверх, да и прочие сектора американской экономики сигнализируют о том, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы принимать столь ответственные решения. О долларе мы поговорим давайте чуть позже. Сначала обратим внимание на то, что происходит на рынке нефть. Клоун вчерашнего дня 54.17, сейчас актив торгуется чуть повыше, 54.21. В целом, идея, которой рынок продолжает жить, это ожидание, собственно, венской встречи с завтрашними представителями ОПЕК и еще ряда государств, участников действия нефтического факта, ожидания того, что в ходе этой встречи будут принять решения о продлении действия договоренностей на 6, на 9. Есть даже идеи, которые предполагают возможность продления договора на 12 месяцев вперед. Ну, в конце 6 месяцев, хотя со ссылкой на отдельные заявления тех же самых министров энергетики Соружской Аравии, России и Ирана, можно сказать, что, скорее всего, речь пойдет о 9 месяцах, то есть продление энергетического факта до марта 2018 года. Вероятность того, что именно таковым будет решение, 90, соответственно, процентов. Поэтому трейдеры уже заложились максимальным угодом под это событие, да и, собственно, накануне, в начале этой недели, со ссылкой на Министерство энергетики Соружской Аравии, мы получили комментарии о том, что какие-либо коалиции, и содружеств регионов, которые попробуют блокировать прохождение этого решения, нет. Все прекрасно понимают то, что оно действительно необходимо, целесообразно, особенно в свете того, что в первом полугодии оно уже действовало и, к сожалению, пока не привело к тому результату, который хотелось бы увидеть. Друзья, опыт реакции рынка на первый этап этого договора, который был заключен в конце 2016 года сроком на действие на первое полугодие 2017 года, позволяет нам предположить то, что первоначальный отвлек будет положительным для стоимостных котировок черного, желтого. То есть тот же самый бренд действительно может еще немного прибавить. Однако я практически не сомневаюсь, точнее не практически, я не сомневаюсь, что спустя определенное время нефть вернется в русло понижательного вектора. Почему? Потому что на рынок придет осознание того, что ситуация в целом не изменилась, это лишь попытка выиграть время, но оно не будет эффективно использовано, потому что текущих параметров этого договора явно недостаточно, чтобы разрешить общую проблему. И я напоминаю вам про доклад Международного энергетического агентства, который был опубликован еще на прошлой неделе, о том, что переизбыток мировых запасов больше, чем на 300 миллионов, превосходит средние значения за последние 5 лет. Чтобы развить эту тему, я хочу сказать, что были, конечно же, ожидания совершенно другого порядка, если бы от ОПЕКа в ходе завтрашней встречи приняло решение сократить совокупные объемы добычи всеми участниками, не на 1,8, а примерно на 3 миллиона баррелей. Но мы уже с вами это обсуждали и знаем то, что на такие шаги и действия вряд ли пойдут те регионы, которые считают, что вообще эта сделка даже в текущей редакции неэффективна. Основной вопрос, который остается на рынке, удастся ли хорошо по прошествии 6-9 месяцев прибалансировать рынок. Я знаю то, что есть среди вас и оптимисты, которые верят в то, что эту проблему удастся решить, но я придерживаюсь совершенно другого взгляда. И этот взгляд направлен на то, что на текущий момент мы уже имеем опыт отсутствия каких-либо серьезных изменений в текущей коммунистуре спроса и предложения, при том, что это договоренность, это соглашение действует. Поэтому не думаю, что ситуация изменится и чуть позже. Параллельно с этим я продолжаю наблюдать за статистикой по Штатам. Вчера, собственно, вышли данные по запасам от американского муниципального нефти. И запасы снова снизились на полтора миллиона. Но это частная оценка. Я думаю, что особо трейдеры не обратили на нее внимание. Вот сегодня в 17.30 уже официальный дат. Смотрим за запасами нефти, за запасами бензина, смотрим за фактическим показателем роста нефтедобычи в США за прошлую неделю. Думаю, что если какой-то из показателей либо нефти, либо бензина запас увеличится, это будет позитивный момент для медведей. А если еще и общее производство нефти поднимется больше, чем на 15 тысяч баррелей за неделю, соответственно, нефти придется, наверное, если уж не в моменте показать нам то нисходящее движение, на которое мы настраиваемся, ну, по крайней мере, еще добавить один аргумент в пользу того, что США усилит статус своей региональности как того самого региона, который нейтрализует все вот эти усилия и действия в Нижнем Восточном карте. Поэтому сейчас, если кто-то из вас еще в раздумьях, как торговать нефтью, нужно проявлять решительность, наверное, как и во всем. Нужно рисковать, потому что любая сделка на рынке Форекс, на фондовом рынке, даже на рынке консервативных производных инструментов, те же самые публикации, это априори изначальная риска. Но если вы рискуете, я хочу, чтобы у вас было четкое понимание того, почему вы поступаете, к примеру, так, а не иначе. И здесь я предлагаю больше руководствоваться, опять же, наибрежим сценарием. И если не хватает вам аргументов, опять же, фундаментальных новостей, того, что нет, все-таки остается усадьером, не забывайте про последние отчеты комиссии американской фьючерсной торговли, указывающие на то, что количество трейдеров, которые делают ставку на трейдеров, хорошо, можно сказать, что трейдеров, ну, под трейдером я подразумеваю ключевых игроков, те, кто делают ставку на рост этого актива, на рост бренда WTI, все меньше и меньше. Потому что большее количество участников рынка убеждается в том, что рынок нефти априори это тот сектор, который сейчас можно выгодно продать. И особенно эта тема актуальна для долгосрочных трейдеров и инвесторов, учитывая то, что сейчас мы снова к тому же самому бренду подобрались в район 55 долларов за баррель, а буквально двумя неделями ранее видели, как актив котировался ниже полтинника. То есть потенциал резкого ослабления присутствует больше, чем на 20%. Это, конечно же, лакомый кусок, и за него стоит побороться, стоит добавить собственного капитала в эту короткую позицию, ну и, соответственно, ждать того самого продка, на который рассчитывают много. Российская валюта 56,44, завтрашнее заседание ОПЕК Вене будет любоносное и для рубля, потому что мы определимся с перспективами для рынка черного золота, соответственно, поймем, насколько эти перспективы будут оказывать такое моментальное влияние на курсы российского валютного инструмента. Ну, как и раньше, я придерживаюсь тоже здесь позиции ослабления рубля против и европейского актива, и доллара, и жду то, что мы завершим, собственно, на первом полугодии 2017 года непосредственной близости от отметки 60 рублей против американцев. Доллар японская иена вчера восстановилась в порядке, чем на фигуру. Сейчас котировки у нас по этой валютной паре. 111,85, учитывая то, что в прошлых рейтингах мы с вами констатировали значение на отметке 111. Это, опять же, в русле тех ожиданий, которых мы придерживались с вами. На самом деле рынок вдохновился, собственно, решением Трампа все-таки реализовать предложение Белого дома о международном, межгосударственном турне. Вы помните, что Трамп посетил Ближний Восток, Саудовскую Аравию. Белый дом полагает то, что подобные визиты позволят немножко сместить фокус рынка, сместить фокус общественности и отвлечь от того скандала, который разразился в отношении Трампа недели ранее. Но поскольку мы уже второй день, можно сказать, растем по американцу, наверное, этот расчет был оправлен. Еще Трамп, собственно, представил план по поводу бюджетных преобразований на 2018 год. И все в соответствии с ожиданиями быков. Трамп планирует увеличить расходы на оборонку, увеличить расходы на инфраструктурные проекты. Болезненный вопрос был, где он возьмет деньги. Вот одно из инициатив и предложений, которое было сделано, то, что собираются продавать стратегические запасы, которых, как вы знаете, сейчас очень много. Между прочим, очень сильный ход. И я считаю, что он принесет свои плоды. Он позволит в ближайшее время Трампу поднять очки собственной репутации и отчасти восстановить доверие. Если не обойдется, если обойдется, точнее, без каких-либо дополнительных обвинений в его адресе и новых скандальных новостей. Но я думаю, что даже учитывая такую эпатажную фигуру, как Трамп, наверное, так часто, как мы видели их в последнее время, вряд ли будем наблюдать дальше. В общем, пора возвращаться к более-менее предсказуемым сейчас новостным событиям, ожидаемым новостным событиям. Это самое ближайшее из них. Июньское заседание БРС, повышение процентной статки. Вчерашний комментарий представителей американского регулятора, который обладает еще правым голосом, на ближайшем собрании к хакеру, о том, что ставка будет повышена дважды, как минимум, в этом году. Лично для меня это маленький дополнительный позитивный момент не отказываться от длинной позиции по доллару. Я продолжаю верить в американца. Мне приятно наблюдать, как растут доходности тренджерис, как они толкают вверх и индекс доллара, и, собственно, как на это реагирует американская валюта. Очень не хочу, чтобы сегодня, сегодняшние протоколы разочаровали тех, кто придерживается аналогичной позиции. Поэтому не будем каркать. Рассчитываем на то, что протоколы подтвердят то, что БРС остается на пути повышения процентной ставки и добавят оптимизма, возможной вероятности того, что следующее решение по росту процентной ставок будет принято 14 июня. Если так, то сегодняшнюю торговую сессию мы вполне можем завершить рядом с отметкой 113 иен против доллара. Европейская валюта снижается, потери тоже фигурного такого масштаба. Разворот ли это полноценный? Ну, пока не будем торопиться с этими выводами, потому что в основном рыночные настроения не изменились. И если они оказывали свое влияние в последние недели на поведение европейского актива, то пока там не произойдет в них, не произойдет существенного перелома, мы также будем допускать возможность, что рынок может еще как-то срочно немного подрастить. Но, как и раньше, есть и более системные фундаментальные причины, по которым европейская валюта также быстро может оказаться снова ниже отметки 1,10. То есть вчера, собственно, евро полностью проигнорировало очень сильный фундамент и по деловому оптимизму, оценкам, экономических ожиданий, текущей ситуации, индексы производственной активности отдельно по Германии, по другим экономикам и в целом по еврозоне. В любой другой, наверное, день такое обилие сильных матроэкономических данных, конечно же, должно было стать причиной внутренней евро. Но поскольку вчера мы не увидели вот этой логичной реакции, опять же, это говорит о том, что европейская валюта сейчас больше подвержена настроенческому фактору, а этот настроенческий фактор, он формируется не на европейском рынке. Есть более глобальные тренды и одним из триггеров этих трендов является американская валюта и то, что происходит там, по другую сторону океана, в рамках администрации Трампа, в рамках тех обвинений, скандалов, вот этих новостных событий, которые активно обсуждаются, рынком и которые провоцируют трейдеров периодически быстренько уходить с головой в защиту. Я надеюсь, что сейчас, после последнего скандала, мы можем выдохнуть, надеюсь, что увидим рост доллара и надеюсь, что этот рост доллара не пройдет незамеченным и в курсе рисковых инструментов. Поэтому по евро долгосрочный прогноз остается неизменным, это осел. Фунт против доллара, британская валюта остается в центре внимания, это так, потому что мы с начала недели снова переключились на обсуждение перспектив процесса переговоров по Брэкзиту, они становятся все труднее и труднее. Вот формулировка, сосылка опять же на представителей британского правительства, не на Терезумы, а в целом на правительство, то, что есть только два варианта переговоров по Брэкзиту. Либо они будут жесткие, либо они будут очень жесткие. И, судя по всему, что Брюссель настаивает на обязательной выплате 100 миллиардов евро, а Терезумы сообщают о том, что Англия выйдет из процесса переговоров, если все-таки придется оплатить этот колоссальный штраф, это, конечно же, не добавляет позитива. В свою очередь Брюссель настаивает на этом требовании, оплатив на случай Англии против доступа к единому европейскому рынку и не сможет рассчитывать на какие-то более-менее приемлемые для автономной уже Англии новые условия потенциальных союзов по свободным торговым партнерствам, которые впоследствии будут заключены, конечно же, со странами Европейского союза. Не забывайте о том, что не за горами совершенно внеочередные парламентские выборы, 8 июня они, раньше была ставка на то, что позиция консерваторов сильна, сейчас после террористического акта, который произошел в Манчестере, позиция консерваторов начинает уже слабеть, это дополнительные риски неопределенности политического характера для британца и для английской экономики. И еще я ориентировал вас на очень важное событие, это обсуждение прогноза по инфляции, которое прошло вчера. Собственно, прошлый ориентир банка Англии предполагал то, что 2017 год по индустрии потребительских цен английской экономики будет закрыт на отметке в 2,7%. Как вы помните, последний отчет уже показал, что инфляция достигла этой планки. И учитывая то, что фонд, точнее индекс потребительских цен продолжает активно реагировать на прошедшую еще после июньского референдума в Англии револьвацию национального валютного актива, учитывая то, что в связи грядут еще и повышение тарифных платежей на электроэнергию, на газ и так далее, это позволяет нам рассчитывать на то, что индекс потребительских цен продолжит расти. И, собственно, прогнозы Банка Англии в 2017 год будет закрыт уже на отметке 3,3%. Это на 1% больше, чем прирост заработных плат. Но это точно 100% стопор для заработных плат, для активности потребителей, для адекватного, здорового внутреннего аспроса и для сильных показателей ВВП. Последний прогноз по темпам экономического восстановления также будет скорректирован на 2017 год с 2% до 1,9%. Я думаю, что английская экономика в лучшем случае, на что может рассчитывать, это на прирост в 1,7%. Друзья, очень много негатива, позитива нет, ровным счетом никакого. Поэтому по британцу я рекомендую настоятельно даже сохранять короткие позиции и ждать возвращения британца к отметке как минимум 1,26-1,27. Еще в центре внимания сегодняшнего дня канадская валюта, поскольку в 17.00 рынку по Москве будет представлено лишение подставки в Канаде, безусловно, она останется без изменений пока на целых 0,5%. Собрательное заявление будет более интересным, но я не сомневаюсь в мягком тонне канадского регулятора. И не советую вам забывать про прогнозы ряда крупных инвестиционных банков. В частности, последний, который я видел по сети отношений канадца, то, что доллар канадский на текущий момент переоценен на 3-5%. Соответственно, если добавить к этому прогнозу фундаментальные составляющие, а именно проблемы на рынке недвижимости, проблемы в области промышленности, потенциальное снижение цен на нефть и вероятность пересмотра торговых соглашений на авто, торгового партнерства с США, канадский доллар непременно достигнет сопротивления 1,40. И я думаю, что это ориентир, которого можно поддерживаться даже, скажем, не растягивая на перспективы до конца 2017 года. Я думаю, что это вполне достижимая цель в предстоящие 3 месяца. Ну а по остальным валютным активам и парам у нас без изменений австралийца снижается. За сильным долларом реакция логичная. Наразеланская валюта также отступила от локальных максимумов вчерашнего дня и снова оказалась ниже поддержки 0,7. Американский фондовый рынок, как мы и предполагали, S&P растет уже снова. Мы рядом с планкой 2400. Ну и, конечно же, на фоне особенно вчерашнего бюджетного послания Трампа нет оснований отказываться от того, что американская фонда перепишет в очередной раз исторический максимум также в самые ближайшие дни. Друзья, на этом, собственно, все. Хочу сделать небольшое объявление. Завтра я буду вынужден присутствовать на семинарах в Викторинбурге. Они пройдут до пятницы, поэтому завтра брифинга не будет в пятницу. Меня подменят мои коллеги. Но в понедельник, собственно, я снова в строю и еще раз пробежимся по тем основным событиям, которые состоятся в четверг и в пятницу. Тем более, что завершение недели будет крайне насыщенным. И я считаю необходимым поговорить об этих событиях еще раз. В понедельник также напоминаю, что пройдет еще и вебинар в 16.30 в Москве, где мы еще более подробно проанализируем все самые важные макроэкономические события текущей пятидневки. Ну, а осталось только пожелать вам хорошей торговой сессии, хорошего завершения недели. Не забывайте, что прежде всего всегда нужно контролировать риски. И если есть у вас какой-то вопрос, есть желание выставиться по той или иной идее, собственно, либо поинтересоваться у определенной части активной нашего трейдерского сообщества, которое постоянно находится на опорме о маркете и, уверен, также проявляет активность на нашем канале и на YouTube, вы можете оставлять все эти вопросы и комментарии под видео выпуском, под брифингом. Соответственно, думаю, что со своей стороны, если вопрос будет адресован ко мне, я, безусловно, дам ответ. Ну, и не забывайте делиться вашим видением рынка, потому что я вот уже сколько раз обращал ваше внимание на то, что такое активное обсуждение способствует рождению настоящей истины. И надеюсь, что многие из вас все-таки прислушаются к моим словам и начнут проявлять большую активность по тем каналам коммуникации, которые я обозначил. Друзья, на этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.